Посланник Аллах говорит, что среди деревьев есть такое дерево, листья которого не падают, которое остается постоянно зеленым. И это дерево очень похоже на верующего человека. Назовите мне это дерево. И тогда сподвижники начали называть имена разных деревьев, которые растут в местах, в ущельях, в долинах, в местах кочевания. И Ибн Умар говорит, что он же среди них самый маленький. И у меня возникла такая мысль, наверное, скорее всего, это финиковое дерево. Но я так как был самый маленький среди них, промолчал. Я постыдился. Там был Умар, Абу-Бакр, другие большие сподвижники. Но в итоге никто не угадал, что это за дерево. И тогда они говорят, я, Расуль Аллах, скажи же нам, что же это за дерево такое, которое похоже на верующего человека. И тогда Посланник Аллах говорит, что это финиковое дерево. В чем же получается, почему Посланник Аллах, алейсаляту вассалям, финиковое дерево сравнил с верующим человеком? На самом деле, на тот период, в частности, финиковое дерево, это было единственное из деревьев, которое целиком и полностью приносило пользу. Во-первых, его вкуснейшие плоды, которым они питались, его ветки, которыми они покрывали свои дома, использовали для крыши, его волокна пальмовые, из которых они свивали веревки, которыми они пользовались. То есть, ствол самого финикового дерева, которое они использовали, опять-таки, для своих нужд, для домов, чтобы перекрывать дома. То есть, финиковое дерево было единственным деревом, которое полностью и всецело использовалось и приносило только пользу. Тень, которую она давала в тех знойных, жарких местах. И таким образом, посланник Аллаха говорит, алейсаляту вассалям, вот это финиковое дерево самое похожее с истинным верующим человеком. Точно так же истинно верующий человек, все, что от него исходит, его слова, действия, помыслы, все это во благо другим. От него может исходить только польза. Вредного в нем ничего быть не может. Продолжение следует... Продолжение следует...